Грациозные и неприступные. Эти европейские олени и оленихи около месяца назад перебрались в Центральную Россию из Калининграда, но уже чувствуют себя как дома. Главой оленьей фермы в Борском районе стал Екатерина Плеханова. Они с мужем хотели завести охотничьи угодья, но оценив перспективность оленеводства, открыли ферму. Мы единственные в области и в ближайших областях, кто привез сюда благородного оленя. Таких опытов в нашей части еще не было. Мы собираемся заниматься мясом, мясопереработкой оленины и также панты. К разведению оленей тут подошли с умом. Взяли в долгосрочную аренду земли сельхозназначение и прежде чем завести скот, занялись обработкой земель, чтобы самостоятельно подготовить корм. Уже 20-30 лет этой землей никто не занимался, поэтому все земли очень были заросшие, тут уже был густой лес. У нас вот получилось, мы сейчас обработали 200 гектар земли, еще посадили, уже собрали урожай. За хорошее расположение духа у оленей отвечает главный зоотехник Дмитрий Еремин. На ферме в Калининграде его научили специальному кличу. Хоть, хоть, хоть. Кстати, Дмитрий пишет магистрскую работу об адаптации благородного оленя к условиям Нижегородской области. Животные фактически не изучены, о них никакой информации особо нет. И вот интересно самому эту информацию для себя записывать, самому что-то, смотреть на поведение животных, как они себя ведут утром, как они себя ведут вечером, что они едят, что для них лучше, что для них хуже. Остальные животные, там, коровы, свиньи, там, овцы, они уже изучены от хвоста и дрогов, там уже ничего нового. А здесь вот каждый день что-то новое, каждый день ты смотришь и что-то для себя новое помечаешь. Как отмечают в хозяйстве, олени неприхотливы, хорошо переносят морозы и не боятся грязи. Не стоит забывать, что олени все-таки животные дикие, поэтому нужно идти аккуратно и не спеша. Начинаем подбираться чуть ближе и сейчас попробуем покормить этих прекрасных животных. На ферме говорят, что тут главное – корм и ласковое слово – кушай, дорогой. Хозяину доверяют больше. Молодое хозяйство получило господдержку, вернули часть средств за покупку техники. Начинать новый сельскохозяйственный бизнес – задача непростая, но важная для развития региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал районные власти и профильные министерства вместе с предпринимателями искать новые решения проблем бизнеса. Весь агропромышленный комплекс будет продолжать поддерживаться. Мы будем конкретные предложения собирать с предприятий, особенно успешных, что нужно еще в большей степени запустить. Когда хорошо себя чувствует село, когда хорошо себя чувствует сельское хозяйство, живет конкретный населенный пункт, от этого многое зависит. Побывали на первой в области оленьей ферме. Александра Шеломцева, Василий Низов. Время новостей.